Продолжение следует... Которые вам помогают... Вау, как будто... Несколько. Привет, ребята, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Поля. Непривычно, да, видеть у меня платье. Я, к сожалению, сейчас даже не могу так выйти на улицу, потому что в Петербурге 14 градусов тепла, и на самом деле ощущается это намного меньше, но не будем грустить. Сегодня я снимаю разговорное видео, не влог, я просто очень много снимаю влогов в последнее время. Я обожаю влоги, особенно когда я переехала, у меня жизнь стала как будто бы более разнообразной, и мне стало намного интереснее снимать влоги, и я очень благодарна, что вы их тоже смотрите, вы их тоже любите постоянно проявлять активность. Это для меня вот лично как для рейтера, как для блогера, который снимает вообще видеоконтент, и которому важна лояльность аудитории, которому важна отдача аудитории, и для меня это просто вообще самое сердечко. Поэтому за это вам вообще отдельное спасибо, но разговорное видео тоже я очень люблю, и сегодня как раз-таки тема лета, потому что когда выйдет это видео, до лета останется буквально пару дней, а возможно, кто смотрит вообще уже нисколько, потому что лето уже у кого-то, может быть, началось. О том, как провести классный лето, о том, как провести эффективное лето, но, как вы знаете, я человек, который не особо любит какие-то банальные советы, конечно, будут такие базовые варианты советов, привычек, и не только, но я всё-таки больше обожаю такие глубокие темы, сегодня они будут. Готовьте чай, какао, водичку, не знаю, жарко у вас или нет, и давайте приступать. Ещё перед началом вообще все со мной части этого видео, хотел бы, чтобы вы подписывались на мой телеграм-канал, потому что там каждую среду я выкладываю классные подкасты, там по 30-40 минут на разные темы, и просто мы там с вами общаемся каждый день, и также на ту соцсеть, которая запрещена в России, где есть сторис, там тоже очень много всего интересного, спасибо за внимание, и ещё раз давайте. Поля, не была бы Поля, если бы в первую очередь не сказала вам о том, что летом всё-таки я бы советовала найти себе какое-то дело, какое-то хобби, возможно, это новое для вас дело, возможно, это старое для вас хобби, либо же это какая-то работа, нет, давайте будем говорить, что просто нужно найти своё вот любимое дело, это такая вот мини-цель для вас на это лето. Если вы смотрите меня совсем недавно, то вы замечали, что я в последнее время полюбила ходить на разные занятия, на лепку из глины, то есть это керамика, гончарный круг, это также рисование, что вообще очень-очень-очень необычно для меня, это танцы, это йога на гамаках, это также растяжка, я начала тоже иногда бегать по утрам, я вот пробую новый стиль, как вы видите, в одежде, то есть когда я приехала в Питер, я просто начала-начала-начала что-то пробовать новое, мне просто так интересно находить что-то новое для себя, и, как мне кажется, лето — это именно тот период, когда у вас куча свободного времени, понятное дело, что когда-то вначале вы там сдаёте кто-то экзамены, какие-то контрольные, и потом у вас, возможно, поступление в универ, но в любом случае месяц, либо же два. Вот это вот время вы можете посвятить, скажем так, своему внутреннему ребёнку тому делу, которое вы вот постоянно откладывали, может быть, вы хотели пойти играть на гитаре, может быть, вы хотели пойти заниматься каким-то странным видом спорта, может быть, вы хотели пойти на теннис, либо пойти плавать, сделайте это вот именно прямо этим летом. Вот задание от меня, кстати, напишите внизу в комментариях, чем бы вы хотели заниматься этим летом, вот внизу напишите, там, например, не знаю, имя, допустим, Ульяна, дата, когда вы смотрите это видео, И напишите вашу цель по занятиям на это лет Легче его выполнять, потому что есть какая-то уже ответственность, что ты кому-то рассказал И тебе нужно это сделать Когда ты просто думаешь о голове, может быть пойти на танцы, может быть пойти на плавание Либо же пойти в художку, ты просто об этом думаешь, но ничего не делаешь А слова и мысли это уже первый шаг к какому-то достижению, к какому-то результату Когда вы занимаетесь чем-то новым, у вас формируются в вашем мозге, мозгу Новые неровные пути, новые неровные связи, которые вам помогают не стареть То есть вашему мозгу помогают не стареть, понимаете, да, о чем я? Они помогают вам развиваться, они помогают вам искать себя Возможно в конце лета вы вообще будете совершенно другим человеком В том плане, что может быть в вашего любимого дела вы будете зарабатывать Может быть вы откроете что-то, вообще кто знает Может быть вы поймете вообще чем вам заниматься по жизни, в какой сфере вам заниматься Представляете, как будет классно 31 августа просто осознать, что блин Оказывается, я знаю, куда мне нужно идти И вот это вот, мне кажется, вдохновляет Меня все еще это вдохновляет, потому что даже до лета я хотела пробовать для себя что-то новое И я все еще пробую, ищу себя Это очень классно Поэтому в комментариях всех жду В начале года я очень сильно полюбила планирование Раньше никогда не писала столько в своих ежедневниках, тетрадях, заметках на телефоне, сколько пишу с начала этого года Серьезно, потому что раньше я вообще не понимала смысла планирования Зачем кто-то пишет себе какие-то дела на день, цели на неделю, цели на месяц Планы по каким-то там предметам, по чему-то там еще, я не понимала Зачем, если просто можно держать это все в своей голове Но потом я осознала, что это капец, как структурирует просто мою жизнь Как это организовывает ее, как это показывает приоритеты Как это показывает дела, которые для меня сейчас важны в тот или иной день, в тот или иной период, в месяц, неделю Если я этого не делаю, именно планирую свой день, месяц, неделю Я сейчас все планирую, если честно То просто все летит Все идет не так, как надо Я не знаю, как это работает Но это правда меня больше организовывает Я просто обожаю планировать Я уже это вам говорила, рассказывала Но сегодня еще кое-что особенно произойдет Сегодня мы с вами будем собирать планер-конструктор Это какая-то моя мечта, потому что когда я там выбирала листочки Вы сейчас увидите, какие-то у меня есть графы, таблички Вы 100% захотите себе такой же Я влюблена Сейчас уже, наконец-таки, скорее будем с вами его собирать И также, конечно, заполнять Я ждала этого момента Я решила немножко поменять ракурс Сесть за стол, потому что все-таки здесь будет удобнее собирать Наконец-то! Наконец-то я это делаю! Здесь есть обложка Также есть задняя, скажем так, обложка тоже Задняя страничка Также тут есть кармашек для ваших записок Который тоже можно прикрепить И мы его прикрепим Очень много страниц Это матрица Эйзенхаура Важные списки, касаемые идей подарков Что почитать Любимые фильмы Любимые сериалы Важные даты Трекеры привычек Как можно планировать месяц Как можно планировать неделю Также у меня есть вот такие вот классные наклейки Есть наклейки-галочки Сердечки, крестики То есть это подойдет как раз-таки для планера Которого вы можете просто так вот приклеивать эти наклейки Когда вы что-то выполнили Либо когда не выполнили Также здесь у меня есть дополнительные списки ту-ду И такое вот колесо-баланс Ну а теперь приступим к сбору нашего планера Здесь есть такая пружина Она вот так вот очень легко разделяется И туда просто собираются все ваши листочки необходимые Которые вы хотите туда прямо сейчас вставить Этим сейчас я и буду заниматься Я собрала этот чудный Прекрасный планер, ежедневник Здесь есть вкладыш, в который можно положить Например, текстовый делитель Также ручку Какие-то вот такие вот наклейки Еще какие-то наклейки То есть любые вкладыши сюда влезут Просто можете закрыть и пользоваться Что мне сразу понравилось Это то, что тут есть такие вот странички Их достаточно много Где есть неотложенные дела Основные дела, менее приоритетные Хотелось бы сделать И сегодня я горжусь собой Я просто обожаю такое планирование Потому что здесь есть все Именно по приоритетам То есть какие-то дела, которые вам нужно сделать Что менее приоритетно И это просто мне всегда помогает Не знаю почему Выполнять хорошо и эффективные дела Влюбилась в разворот С любимыми фильмами и сериалами Это просто чудесно Также здесь есть список Где нужно побывать И также можно поставить рейтинг Этому месту, где, например, вы побывали Что меня еще больше удивило Что тут есть календарик-пенарик Это самый простой способ Мотивировать себя Вести каждое утро Вычеркивать прожитые дни, месяцы и годы То есть так ты почувствуешь Как материализуется время И начнешь использовать его продуктивно То есть здесь, видите Все дни, начиная с января до конца года Выглядит страшно, но это помогает Этот прекрасный ежедневник Планер от Remarkle я создала сама То есть это идет как планер-конструктор Где вы можете сами подобрать развороты Которые вам нужны И вставить их именно туда Куда хотите именно вы И это очень классно Я заполнила такую вот первую страничку Радуюсь каждому моменту Я решила, что вот это Бенджамин Также я потихоньку начинаю заполнять Дела на завтрашний день Вот, написала, что у меня в 11 растяжка В 16 у меня керамика Также мне нужно выложить видео на YouTube Менее приоритетно будет сториз Потому что у меня вот здесь вот куча дел Также хотелось бы прочитать книжку 30 минут хотя бы И не отложены дела Это таблица по праву Плюс еще начала заполнять книжную полку Книжки, которые у меня, скажем так В процессе, возможно Которые я хочу прочитать Вот вы их видите Тут, кстати, очень-очень-очень плотная страница Что они даже вот не просвечивают Если вы тоже хотите себе создать планер-конструктор Возможно, с таким же наполнением, как у меня Или уже с каким-то другим направлением Более творческим, более интересным Более подходящим для вас То ссылку на сайт Remarkle я оставлю внизу в описании Также вы там найдете ссылку на планер-конструктор Где вы как раз можете создать свой планер И он вам придет Буквально через несколько дней Еще приятный бонус, что при заказе Абсолютно любой продукции от Remarkle Вы получаете скидку 10% По такому вот промокоду Girl Power И также по этому промокоду Вы еще получите в подарок Стикеры Которые тоже называются Girl Power Я уже два здесь наклеила Себе как раз В начало своего планера Сейчас я вам покажу Вот он Вот И вот наклеечка Вам вот эти вот стикеры пойдут в подарок При промокоде Girl Power В школе очень обожала писать на таких примерных досках Понятное дело, что они были большие Мы с Лешей давно хотели купить такой магнитный планер Где можно просто расписывать какие-то общие дела Вот Пока что Леши нет Он еще приедет только вот как раз в понедельник У него в 10 утра поезд Поэтому я не могу расписывать прям все Так как я решила, что это будет наш общий планер Это очень классно Это очень удобно Ты просто подошел, видишь все И это прям у тебя постоянно на виду У меня теперь есть отдельный дневник Для рефлексии Как дела Этот дневник, он создан именно для анализа прожитых ситуаций Как плохих, так и хороших То есть там есть некоторые наводящие вопросы И которые вам помогут разобрать вот этот буря эмоций внутри вас Какие-то чувства И просто расставить все по полочкам Я люблю именно такие подходы Именно такие методы И я знаю, что они мне помогают Они работают И вот как раз теперь у меня будет отдельный для этого ежедневник Дальше я бы хотела затронуть Мою любимую глубокую такую психологическую тему Это тема анализа себя Тема саморефлексии Кто-то называет так же это Саморефлексии Я не знаю, как правильно, честно Для меня саморефлексия Итак, это некоторые списки Которые вы можете делать каждый день Вот вообще без разницы Летом, осенью, зимой Когда угодно Просто летом начать какую-то привычку Которая потом, возможно, изменит вообще вашу рутину Вашу жизнь В лучшую сторону Начать легче То есть вы согласны, да? Я думаю, со мной Потому что и погода располагает И времени больше И как-то желания жить, возможно, больше Но лично у меня так Итак, первый список Напишите, пожалуйста, 30 ситуаций Почему именно ты хороший человек Вот прям просто напишите Можете потом после этого видео Либо сейчас поставить на паузу Либо вечерком Взять вот листок бумаги Либо же взять заметки И написать 30 пунктов Почему именно ты хороший человек Так ты можешь найти свои какие-то хорошие качества Так ты себе поднимешь самооценку Поднимешь настроение И потом, когда ты будешь думать Что ты какой-то никчемный человек Который ничего не добился в жизни Откроешь этот список Прочитаешь Ога, вот здесь вот я молодец Вот здесь вот я хороший Вот здесь вот я сделал это И это просто будет, знаете И поднимать настроение И поднимать самооценку И также просто развивать вашу самооценность Что я начала делать буквально недавно Я услышала это на каком-то подкасте в Яндекс Это писать каждый день Либо же через день, когда вы захотите Список из тех пунктов Именно что ты хочешь То есть, как я делаю это У меня просто есть заметка Которая называется Что я желаю и что хочу Она у меня с 10 мая То есть у меня с 10 мая 13 мая 14 мая 15 мая 17 мая 18 мая Ла-ла-ла Очень много записано всего И здесь Я пишу просто Свои желания Начиная от того Как я хочу мороженое Заканчивая тем Что я прям хочу Купить квартиру в Москве Условно, да Также таким образом Вы уже даете Понять своему мозгу Что ага Есть какие-то зацепки За которые нужно зацепиться Которые есть в вашей голове Которые вы хотите исполнить Реализовать И вы уже, возможно, об этом чаще думаете И это больше притягивается Я все-таки верю в закон притяжения Хотите, говорите, что это какой-то бред Может быть, это какая-то, я не знаю Шутка, магия Но когда мы думаем о чем-то Мы все равно это притягиваем Просто даже чисто С обычной физики Закон притяжения Я думаю, вы в школе многие изучали Если нет, то можете прочитать в интернете Что это такое Что самое главное Это то, что сейчас Век интернета Век технологий Век социальных сетей Когда вокруг очень много успешных людей И мы часто путаемся В своих желаниях и своих целях Часто все наши желания и цели Они просто выдуманы другими людьми Либо же навязаны другими людьми То есть для чего нужен этот список Для того, чтобы вообще понять Чего вы хотите от жизни Даже банально Начиная от еды, воды, одежды Заканчивая вашими какими-то мечтами Целями То есть я там, например Хочу поехать на концерт Жестный Бибер И я хочу туда-то съездить И я просто понимаю головой Все чаще и чаще Что это именно мое Это именно то, что принадлежит мне Это не кем-то навязано И значит я двигаюсь там В правильном направлении Также, что я начала делать Буквально недавно Это выписывать уроки Из своих ситуаций Я это увидела у блогера Марго Савчук Я думаю, многие ее знают И я подумала Это прикольно То есть происходит какая-то Не очень хорошая ситуация Которая не очень позитивно На мне складывается Например, я там с кем-то поссорилась Я выписываю эту ситуацию Снова же вы Заметки У меня есть заметка Мои уроки Их не так много Раз, два, две ситуации Первая ситуация у меня была связана Там с финансами Вторая ситуация Про то, что я не могу рано просыпаться Хочу валяться в кровати Нет стимула и мотивации То есть я пишу вообще проблему Которая существует вот сейчас Прямо сейчас В моей реальной жизни Далее я пишу, что зачем мне вообще нужна эта ситуация Я просто убеждена, что Каждая ситуация в нашей жизни Она имеет то или иное влияние На нас И она нам дана Не просто так То есть ситуация, когда я просто не могу рано проснуться И не могу встать с кровати Не могу рано встать Она учит меня тому, чтобы быть более организованной Раньше планировать свое время Ставить себе дедлайн и ложиться раньше двенадцати, а не раньше двух И это просто меня учит как-то правильно жить Возможно Быть более осознанной Ох уж это слово Но оно мне нравится Оно здесь, наверное, подходит И последний список, который я начала писать тоже буквально недавно Это список, который называется Какими я хочу себя чувствовать в течении Течении Какими я хочу себя чувствовать в течении дня Например, более организованным Расслабленным Улыбчивым Позитивным Это просто помогает нам настроиться на день И просто помогает нам вообще понять Чего мы сегодня хотим Так как обычно мы такие просыпаемся Уже в плохом настроении А можно же себя просто настроить Вот летом, мне кажется, надо пробудить над своей головой Надо немножко себя самоорганизовывать Именно изнутри Не только там снаружи меняться, да Но это, конечно, тоже важно Но вот внутренняя такая позиция Внутреннее влияние Оно имеет огромное влияние Да-да-да Я два раза сказала слово влияние На нашу материальную жизнь И я вот такие вот списки подготовила Просто сама их тоже выписываю каждый день практически Стараюсь вести также еще дневник благодарности И решила вам тоже посоветовать Ребята, хорошие мои Хочу вам сказать одну такую мысль Что я всегда за экологию Я всегда за осознанность Во всех подходах Во всех методах И хотела вам сказать, чтобы вы Особенно те, кто являетесь подростками Не изнуряли себя при подготовке К определенному сезону То есть к лету Просто здесь, как мне кажется Очень много классных факторов Плюсов, плюшек Которые просто могут вам помочь Легче жить Больше развиваться Лето это хорошая возможность Снова позаботиться о себе Как мне кажется Найти что-то новое Что станет потом Просто вашим делом жизни Представьте, как это классно Найти те новые привычки На которые вы сможете потом Основывать свою жизнь Целый круглый год Представляете, как это классно Потому что времени много Желания куча Можно сделать себе такую хорошую жизнь О которой вы даже только не мечтаете Но не нужно стараться себя переделывать Не нужно говорить себе в начале лета Какие вы плохие Какие вы некрасивые Не нужно оставить цель себе на лето Стать лучше во всем К 31 августа Нет Вы уже и сейчас являетесь Самым лучшим человеком Вы уже сейчас являетесь Самым красивым человеком Вы уже сейчас Самый здоровый Светлый Искренний Прекрасный человек Который просто может Себя больше раскрыть Именно в летний период Так как много свободного времени Много разных возможностей Которые вы можете воспользоваться И сделать себя Еще в три раза красивее Сделать еще себя В три раза здоровее Какими вы являетесь сейчас Ты уже прекрасна Или прекрасен Помните об этом Не забывайте Это очень важно Я хочу дать еще В такой вот приятной Вечерней обстановке Дать еще 10 пунктов Того Как можно разнообразить свое лето На самом деле Не только лето Но я бы хотела Это все-таки привести Именно к лету 10 направлений Первое это вы можете сделать Что вы турист В вашем родном городе И просто походить И представить Что вы вот только-только Первый раз приехали Даже если вы там Очень долго живете И вот походить По разному улочкам Может быть куда-то сходить В какие-то даже музеи В какие-то интересные места И смотреть Именно с точки зрения Не человека Который здесь долго живет А как будто бы вы турист И найти для себя Что-то новое Даже в мелочах Этим летом Также затроньте внимание На своем чувстве Вкуса И чувстве стиля То есть это Не только касается Нашей с вами одежды Но также И всех других вещей Которые находятся Вокруг вас Потому что чувство вкуса И чувство стиля Оно не появляется С нами с рождения Это все дело Развивается И вы можете это развивать При помощи Насмотренности Практики Снова же Насмотренности Снова же Практики Придите себе Такую новую привычку Не откладывать дела Которые можно сделать сегодня Привычка 10 минут Просто говорите себе Сейчас я 10 минут Мою посуду Сейчас я 10 минут Сажусь и читаю книгу Сейчас я 10 минут Иду и убираюсь дома И просто делайте Это действие 10 минут Таким образом Вы будете меньше Откладывать дела Придите к цифровому Минимализму То есть избавьтесь От ненужных приложений Избавьтесь От ненужных программ В вашем ноутбуке В вашем телефоне Мое желание Но я тоже его озвучу Купите себе Пленочный фотоаппарат И заполните Например Несколько мотков пленок Это так классно Это так воевав Потому что сейчас Вот именно Такие фотографии Они как будто бы Имеют большую ценность Также пройдите Может быть какой-то курс Либо вступите В какой-то марафон Либо же интенсив Который будет полезен для вас Если вы живете В маленьком городе И хотите с кем-то познакомиться Может быть хотите Пойти в какой-то книжный клуб Либо же Пойти в клуб по интересам То есть заниматься где-то спортом Либо же есть какие-то женские мастер-майнды Если вы живете в маленьком городе Не бойтесь создать это сами То есть просто предложите Вашим подругам Либо же каким-то вашим знакомым И так люди будут все чаще и чаще К вам присоединяться И возможно Ваш книжный клуб Он будет состоять Сначала из двух людей А потом уже из десяти То есть не бойтесь Не бойтесь тоже иногда проявлять Какую-то инициативу К созданию чего-то Слушайте подкасты И аудиокниги То есть найдите Какой-то новый вариант Восприятия Новой информации Не только при помощи книг Либо же скроллинга ленты А именно Также еще и аудио формата То есть это аудиокниги Либо же подкасты Учитесь, пожалуйста, отдыхать Дадите свой вид отдыха Это не значит лежать на диване Потому что чаще всего Наоборот Это не отдых А какие-то муки Дадите свой вид отдыха И, пожалуйста, десятое Больше активничайте этим летом Больше ходите пешком Едите на велосипеде Больше катайтесь на роликах Хотела сказать На коньках Катайтесь на самокате Гуляйте Плавайте Ходите Еще раз ходите Еще раз ходите Меньше сидите Ходите на спорт Ходите на растяжку Сходите на йогу Сходите на танцы Столько в мире активностей Которые нужно попробовать И самое время это сделать летом Ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео Оно получилось интересным Потому что я начала снимать вообще Когда было закатное солнце И сейчас, чтобы вы понимали Очень темно И закатное солнце у меня просто вот Переносное Скажем так Я очень, правда, надеюсь, что вам понравилось это видео И оно было для вас, возможно, полезным Каким-то вот таким маленьким глотком воздуха Перед началом прекрасного летнего сезона Всем ребятам, кто там сдает экзамены Кто поступает куда-то Всем удачи Все будет хорошо Я желаю вам классного лета Напишите внизу в комментариях Какой вот из этих вот пунктов Вам прям очень понравилось Может быть, какие-то списки Может быть, вам понравился мой ежедневник Который я сделала сама Составила, имею в виду При помощи конструктора Может быть, вам понравились какие-то интересные в конце советы В общем, пожалуйста, напишите внизу в комментариях Я все всегда читаю И многим отвечаю Я вас всех очень сильно люблю Не забывайте про мои соцсети И большое спасибо, что меня смотрите Прям вообще Вы большая любовь Увидимся с вами буквально на днях В новом блоге Все, пока Так, нравится фон Очень мило выглядит, мне кажется Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому